Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте продолжение сказки о приключениях Синдбада-морехода. Купец сразу перестал кричать и замер от испуга. Потом он поднял свою палку, закрылся щитом и спросил. Кто ты такой и как ты сюда попал? Не бойся меня, почтенный купец, я не сделаю тебе зла, — ответил Синдбад. Я тоже был купцом, как и ты, но испытал много бед и страшных приключений. Помоги мне выбраться отсюда и попасть на родину, и я дам тебе много алмазов. А у тебя правда есть алмазы? — спросил купец. Покажи! Синдбад показал ему свои камни и подарил самые лучшие из них. Купец обрадовался и долго благодарил Синдбада, а потом он позвал других купцов, которые также добывали алмазы. И Синдбад рассказал им обо всех своих несчастьях. Купцы поздравили его со спасением, дали ему хорошую одежду и взяли его с собой. Они долго шли через степи, пустыни, равнины и горы, и немало чудес и диковинок пришлось увидеть Синдбаду, пока он добрался до своей родины. Родные с радостью встретили его и устроили праздник по случаю его возвращения. Они думали, что Синдбад погиб и не надеялись больше его увидеть. Синдбад продал свои алмазы и опять стал торговать, как прежде. Так окончилось второе путешествие Синдбада-морехода. Ну а сейчас, дорогие мои детки, вы узнаете о третьем путешествии Синдбада. Несколько лет прожил Синдбад в родном городе, никуда не выезжая. Его друзья и знакомые, багдадские купцы, каждый вечер сходились к нему и слушали рассказы о его странствиях. И всякий раз, как Синдбад вспоминал про птицу Рух, алмазную долину, огромных змей, ему становилось так страшно, как будто он все еще бродил в долине алмазов. Однажды вечером к Синдбаду по обыкновению пришли его приятели-купцы. Когда они кончили ужин и приготовились слушать рассказы хозяина, в комнату вошел слуга и сказал, что у ворот стоит человек и продает декоменные плоды. «Прикажи ему войти сюда!» — сказал Синдбад. Слуга привел торговца плодами в комнату. Это был смуглый человек с длинной черной бородой, одетый по-иноземному. На голове он нес корзину, полную великолепных плодов. Он поставил корзину перед Синдбадом и снял с него покрывало. Синдбад заглянул в корзину и ахнул от удивления. В ней лежали огромные куглые апельсины, кислые и сладкие лимоны, померанцы, яркие, словно огонь, персики, груши и гранаты, такие большие и сочные, каких не бывает даже в Багдаде. «Кто ты, чужеземец, и откуда ты пришел?» — спросил Синдбад торговца. «О, господин!» — ответил торг. «Я родился далеко отсюда, на острове Серендибе. Всю мою жизнь я плавал по морям и побывал во многих странах, и везде я продавал такие плоды. Расскажи мне про остров Серендиб. Какой он и кто на нем живет?» — спросил Синдбад. «Про мою родину не расскажешь словами. Ее нужно видеть, так как нет в мире острова прекраснее и лучше Серендиба», — ответил торговец. «Когда путник вступает на берег, он слышит пение прекрасных птиц, перья которых горят на солнце, как драгоценные камни. Даже цветы на острове Серендибе светятся, словно яркое золото. И есть на нем цветы, которые плачут и смеются. Каждый день на восходе солнца они поднимают свои головки кверху и громко кричат «Утро! Утро!» и смеются. А вечером, когда солнце заходит, они опускают головки к земле и плачут. «Лишь только наступает темнота, выходят на берег моря всевозможные звери, медведи, барсы, львы и морские кони. И каждый держит во рту драгоценный камень, который сверкает, как огонь, и освещает все вокруг. А деревья на моей родине самые редкие и дорогие. Алоэ, которое так прекрасно пахнет, если его зажечь. Крепкий тек, что идет на корабельные мачты. Ни одно насекомое не прогрызет его и не повредит ему ни вода, ни холод. Высокие пальмы и блестящий эбен или черное дерево. Море вокруг серендива, ласковое и теплое. На дне его лежат чудесные жемчужины, белые, розовые и черные. И рыбаки ныряют в воду и достают их. А иногда они посылают за жемчугом маленьких обезьян. Долго еще рассказывал торговец с плодами про диковины острова Селендива. И когда он окончил, Синдбад щедро наградил его и отпустил. Ну, а что же произойдет дальше, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас вам пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok